Два человека несут груз на длинной палке. Если груз находится посредине между носильщиками, очевидно, что на каждого из них приходится половина веса груза. Давайте подвинем груз ближе к одному из носильщиков. Спрашивается, как теперь распределиться между ними вес груза? Посмотрим, как распределяется нагрузка между двумя людьми, несущими груз на длинной палке. Заменим людей весами, разделим расстояние между опорами на 8 равных частей и возьмем груз весом 8 единиц. Поставим его на середину балки. Весы показывают по 4 единицы. Как и следовало ожидать, на обе опоры приходится одинаковая нагрузка. Сдвинем груз. Теперь расстояние от груза до опор относится как 5 к 3, а показания весов как 3 к 5. Пусть расстояние относится как 6 к 2, теперь нагрузки на опоры относятся как 2 к 6. Мы видим, что нагрузка на опоры распределяется обратно пропорционально расстоянием от груза до опор. И человек, которому груз ближе, несет пропорционально больший вес. Попробуем понять, почему так получается. Мысленно уберем одного человека, а на его место поставим опору, чтобы получился рычаг. Нагрузка П2 относится к весу груза П так, как плечо груза А относится к длине палки Л. Теперь вернем первого человека на место, а второго уберем. И опять нагрузка П1 относится к весу груза П так, как плечо груза Б относится к длине палки Л. Вернем второго человека на место и посмотрим, что у нас получилось. Почленно разделив вторую пропорцию на первую, находим, что нагрузка П1 так относится к нагрузке П2, как плечо Б относится к плечу А. Перед вами балка, толстая с одного конца и тонкая с другого. Если два человека возьмут ее за концы, на одного придется нагрузка в 2 единицы, а на другого в 6 единиц. Чтобы вес балки распределился между ними поровну, они должны взяться за нее на равных расстояниях от центра тяжести. Показания динамометров относятся как 2 к 6, то есть как 1 к 3. Чтобы найти центр тяжести, надо разделить расстояние между точками подвеса в отношении 3 к 1. Делим это расстояние на 4 равных части и отмечаем центр тяжести. Для проверки положим балку на два указательных пальца и начнем их сдвигать. Пальцы встречаются в отмеченной точке. Это и есть центр тяжести. Пусть один человек берется за тяжелый конец балки. Другой человек, чтобы его нагрузка была такой же, должен взяться за балку на таком же расстоянии от центра тяжести, по другую сторону от него. Заворачиваем сюда кольцо. Подвешиваем балку на весах. Мы видим, что на оба подвеса действительно приходится одинаковая нагрузка. Другой человек берется за балку на весах. Мы видим, что 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 на весах. Продолжение следует...